Экспонаты, которые могли поместиться только на открытой площадке. Выставку промышленных достижений регионов России и Беларуси проводят на территории бывшего аэропорта в Минске. Сотни предприятий представляют свои проекты как индивидуальные, так и совместные разработки в области машиностроения и сельского хозяйства. Официальным партнерским отношением между Беларусьей и Краснодарским краем исполнилось 14 лет. Только в прошлом году товарооборот превысил 250 миллионов долларов. О том, что сотрудничеству с Кубанью в соседнем государстве уделяет серьезное внимание, говорит и то, что эти отношения в республике на уровне вице-премьера курирует Анатолий Калинин. Губернатору Краснодарского края он проводит экскурсию по выставке Белагра. Гвоздь программы, конечно, самые большие в мире карьерные самосвалы. Коллеги, я думаю, это хорошая техника, чтобы бороться с пробками на дорогах. Один раз проехала и, поверьте, хорошая техника, но, к сожалению, у нас ее негде применить. Я думаю, с пробками будем бороться другим способом. Для Кубани, в том числе и для борьбы с пробками, отлично подойдет техника поменьше. Трехсекционный трамвай повышенной вместимости «Метелица». Пока это прототип. Единственный экземпляр выпущенной швейцарской компанией в Беларуси. Трамвайный вагон с двумя кабинами водителя. То есть он может эксплуатироваться на маршрутах без разворотных колец. Ну, понятно, такие вещи, как система видеонаблюдения, подзарядка, скажем, электронных гаджетов в салоне предусмотрены и так далее. В Краснодаре трамвай предположительно начнут тестировать с июля. В течение трех месяцев он будет курсировать по городским маршрутам. Соглашение об этом сегодня подписали в присутствии губернатора Краснодарского края. И вручили ему символический ключ от этого самого трамвая. Нужен ли такой транспорт кубанской столице, в том числе решат и сами жители, говорят в трамвайно-троллейбусном управлении. Машиностроение – одно из основных направлений, по которому Белоруссия сотрудничает с Кубанью. Кроме этого, на региональный рынок в том числе работает и легкая промышленность республики. Кубань же в основном поставляет продукты питания – муку, рис, подсолнечное масло, считая импортозамещение в рамках таможенного союза. Много точек соприкосновения, много точек пресечения и много точек сотрудничества можно найти между Белоруссией и нашим краем. Акцент экономика Белоруссии делает на отечественную, если взять животноводство, селекцию, если взять промышленность, локализация практически того же трамвая, который сегодня подписали предварительные соглашения, 80%. То есть вот это самое важное. То есть не нужно гнаться за импортным и думать, что он лучше. Наша отечественная – это и залог экономики, и качества. Вот это должны мы понимать. Ну и торгово-экономический оборот наших стран, нашей страны и Краснодарского края вышел где-то на 90%. Мы думаем, что в течение всего года мы выйдем на уровень 100%. Даже в это непростое и сложное время и кроме техники поставляем лифтовое оборудование. Хотелось бы где-то создать и сборочное производство. Ну, одним словом, работать в кооперации, потому что мы строим единую экономику наших стран. К сожалению, в прошлом году из-за экономического кризиса товарооборот, если считать в деньгах, сократился почти на треть. Детали сотрудничества Краснодарского края Белоруссии Венимин Кондратьев и вице-премьер республики Анатолий Калинин обсуждают уже на двусторонней встрече. Мы ищем то, что в первую очередь будет способствовать не только экономической стабильности в регионе, но и социальной стабильности. Поэтому мы сегодня заинтересованы в совместном производстве сельскохозяйственной техники. Вы сегодня ее производите, техники для дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства. Я на выставке увидел, что этого у вас достаточно. Сегодня вот этих ресурсов можно чтеть, чтобы мы могли обвинить наши усилия, в том числе с помощью совместных предприятий. Конечно, для нас в первую очередь совместные предприятия могли бы максимально заполнить наш внутренний рынок, региональный рынок. Промышленность – это лишь часть общих интересов. Краснодарский край, как и Россия в целом, намерен глубже сотрудничать с соседней республикой и в социальной сфере. Положительный опыт, как отметил Владимир Путин, уже есть. Выпускники обеих стран могут поступать в вузы на основе унифицированных правил. На двусторонние образовательные медицинские и гуманитарные программы выделяется больше миллиарда рублей. Поэтому иногда выгодно не конкурировать, а сотрудничать. Александр Иванченко, Денис Перец, Кубань-24, Минск.